Детство в годы войны. Это бессонные и холодные дни, босиком по снегу, голод, вошедший в привычку. Это труд непосильный даже для взрослого. Именно они, дети войны, смогли справиться с трудностями, проявить жизнестойкость и выносливость. Мы сегодня собрались и здесь, от общественной организации «Дети войны», чтобы поздравить вас с 80 и 85-летием, в которых это произошло в этом году. Мы считаем, что на сегодняшний день вы молодцы, что все собрались, и поэтому считаем, что наше торжественное собрание, посвященное честному вас, считаем открытым. Дети войны помогали поднимать страну в послевоенные годы, и за свой труд они достойны самой высокой награды. Больше 2,5 тысяч зарегистрировано участников организации, членов организации «Дети войны». Андрей Европич Иванов уделяет большое внимание этому вопросу. Праздник начался с торжественной части. Детям войны вручили памятные медали. Кроме того, на вечере отметили и ветеранов-юбиляров 55 человек. Всем вам поздравления с замечательными юбилеями 80-летия, 85-летия. Пожелать вам всем счастья, здоровья. Вы заслужили это, потому что детство ваше прошло. Немножечко не так, как у всех. От имени депутата Московской областной думы Ларисы Лазутиной в этот вечер вручили подарки и активу общественной организации «Дети войны» – фирменные часы. Те, кто в этот день получал памятную медаль, имеют много заслуг. Свидетели горьких лет лишь скромно улыбались и благодарили за внимание. Торжество сопровождалось песнями и танцами в исполнении хореографического ансамбля «Аллегра» и вокальной студии «Дети солнца». В эти минуты герои праздника подпевали и благодарно аплодировали ребятам, забывая о тех страшных годах войны. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».